Спасибо за поздравление. Буду лаконичен сегодня. Заслуженная победа. Создали достаточно много голевых ситуаций. Хорошая реализация сегодня. Исполнительское мастерство нас не подвело в тех моментах, где мы эти моменты использовали. Поэтому на высочайшем уровне было исполнительское мастерство. И как следствие, поспособствовало тому, что мы забили в первом тайме два мяча. И в начале второго тайма, практически, наверное, уже забив третий и четвертый гол, каким-то образом уже дали понять сопернику, что мы сегодня заслуженно победим и доведем матч до победного завершения. Единственный момент, что, к сожалению, травма Владислава Калинина немножко так огорчила. Но сейчас не хотелось бы терять боевую единицу, потому что прошлую игру Влад вышел на замену с Шахтером. И сегодня хотелось как бы в игровом тонусе его держать. И чтобы он вышел уже при счете 4-0 и тоже почувствовал ритм игры для того, чтобы в дальнейшем его использовать. Но, к сожалению, так случилось, что получил травму. Пока не знаем диагноза, но надеемся, что все обойдется и он будет вместе с нами. Несмотря на счет, смог ли соперник чем-то уйдить? Мы готовились серьезно. Мы к любому сопернику основательно готовимся. К любому сопернику и Гумель не исключение. Мы с профессиональной точки зрения с уважением всегда относимся, изучаем сильные стороны. Наверное, сказать о том, что соперник чем-то удивил. То, что мы не анализировали, не предвосхищали эту ситуацию, не скажу. Единственное, что, глядя на стартовый состав, мне показалось в какой-то момент, что, возможно, соперник сыграет в три центральных защитника. Вот здесь Матвейчика. Мы как бы рассматривали, что он будет одним из центральных защитников. Но Гумель сыграл в привычной расстановке, то, что в последних матчах использовал. Поэтому, в целом, мы как бы оказались к этой тактической расстановке готовы. Ну, и свои направления использовали хорошим, еще раз говорю, исполнительским мастерством. Призошли соперники и заслуженно, еще раз повторюсь, победили. Павел Сатькович, забил два мяча, дал голевую передачу. Как показалось, как-то рада ушел с поля. Это была какая-то плановая замена или все-таки по другой причине? Паша молодец. Было, чувствовалось при подготовке к этому матчу, что он очень рвался, чтобы сыграть именно в Гумеле. Я так понимаю, что в прошлом году очень приятное впечатление, как футболист оставил своей игрой. И болельщики чувствовалось, даже когда он уходил на замену с поля, аплодировали ему за хороший уровень мастерства, который он проявил и в реализации моментов, и по игре в целом. Ну, замена связана с тем, что уже, еще раз говорю, Паше пока может быть в какой-то степени хотелось бы, конечно, чтобы он 90 минут проводил в матче. Но уже игра так складывалась, что нужно было вводить свежих футболистов, потому что и Гомель стал замены делать. Естественно, нам, чтобы вот в этой свежести не просесть, как говорится, нам важно было тоже дать ребятам полноценную игровую практику за счет этих замен. Поэтому в целом это связано с вот этим моментом. Коллеги, вопросы? Вадим Викторович, пытание не по гуне. Подскажите, пожалуйста, что ты считаешь ситуацией с Шевцером, у меня, ну, с Ленинградским Шевцером. Я пишу, что для Динамо это стынул стать чемпионом? Как бы, если вы, скажем так, избавились такого форма конкурента? Это не вельми добро для нашего футбола. То, что ударилося с Шахтером Солигорским. Но Минская Динамо та команда, якая будет за уседой стремиться к победам, невзирая ни на какие обстоятельства.